Я не различаю, не выделяю военную поэзию во что-то, не связанное с жизнью, с любовью, с ненавистью, с восторгом, с горем. Жизнь людей моего возраста неразрывно и неизлечимо кровно связана с войной. И война-то действительно была великая и действительно отечественная. Вот отойдя на какое-то расстояние, это можно понять и почувствовать лучше. 6 октября творческий коллектив Центральной универсальной научной библиотеки имени Некрасова представил второй документальный фильм, посвященный поэтам фронтового поколения, чей талант и мужество оказались сильнее войны, поэзия «Подвига» Александр Межеров. История о военной юности поэта стала продолжением новелл о Борисе Слуцком, Давиде Самойлове, Юрии Инге, Эдуарде Осадове, Михаиле Борисове, Сергее Орлове, Евгении Долматовском и Алексее Суркове. Фильм живет своей жизнью. Он взял гран-при на международном библиотечном форуме. Его показывают в школах, колледжах. Хорошо. Но так сложно снова приступить к теме поэтов-ронтовики. Кто знал поэтов? Как они писали, воевали, о чем думали? Главный враг – это время. Оно ускользает, мучительно медлит или мчится, забирая с собой минуты, дела, поступки, саму жизнь. Единственный союзник в нашем труде – память. Основой фильма стали собранные по крупицам уникальные материалы. Расшифровка фонограммы выступления Александра Межерова на высших литературных курсах при Литературном институте имени Горького. Фотографии из семейного архива Межеровых. Воспоминания людей, лично знавших Александра Петровича. Поэта-барда, ученого-геофизика Александра Городницкого. Ученого и друга, поэта Михаила Синельникова. Дочери Зои Александровны. Смотрела фильм и должна сказать, что он изумительно стройно сделан. И очень хорошо, что все-таки появилась в фильме вот эта расшифровка той речи или того рассказа. Это было на высших литературных курсах и записал Владимир Догуров. И пленка у него есть, и трудно было как-то ее извлечь. Но, видимо, он наконец-таки все-таки нашел. И вы ее расшифровали. И очень хорошо, что именно слова Межерова идут. Идут, вот, ну не звучат, но, во всяком случае, текст идет за кадром. Он был разносторонне талантлив. И при этом он был необыкновенно деликатен, воспитан. Старался никого не унизить. Ранен войной так, что боялся причинить боль кому-то и так далее. Пелесть, обаяние, силу и высокую нравственность этого человека невозможно передать. Но этот фильм по-своему замечательный. Он играет свою роль. Вот. И я хотел бы, чтобы его увидело максимально большее количество людей. Я не говорю о поэзии, которой сейчас действительно мы живем в неопоэтическое время. Я говорю о другом, более важном. О войне. О войне, о которой начали забывать. Которую подменили парадными парадами. И делается вид, что все это было, так сказать, одной левой. Закидали шапками. И так далее, и так далее. А вот настоящая тяжесть войны. Вот когда-то был такой вот, о котором тоже надо делать фильм. Михаил Кульчицкий, замечательный поэт. У которого были строчки. И война совсем не фейерверк, а просто трудная работа. Когда черноват пота вверх ползет по пахоте пехота. Другой поэт-фронтовик, который благотворили его, Кульчицкого погибшего. Под Сталинградом. Он спросил меня. Саня, а вот почему вверх? Ведь пашут на ровных местах. А почему вверх ползет пехота? А, не знаешь. А не знаешь, потому что не воевал. А когда под пулеметным огнем ползешь по пахоте, так тяжело, будто вверх ползешь. Вот о войне. О войне, которую беспощадно писали и Александр Петрович Межеров, и Борис Абрамович Слуцкий, и Давид Самойлович Самойлов, и те другие поэты. И Сергей Норовчатов, и Семен Гудзенко, и невостребованные, и уже их начали подзабывать, и Майоров, и тот же самый Кульчицкий, и Отрада, и Коган, и так далее, и так далее. И это все надо запечатлеть на экране, чтобы это осталось. Поэтому у вас огромное поприще для деятельности. И дай вам Бог здоровья и энтузиазма. А мы вам с миром слабых сил поможем. Спасибо. Посмотреть фильм «Поэзия подвига» можно на портале Библиогород. Субтитры создавал DimaTorzok